Сегодня к нам в редакцию обратились жильцы трех домов улица Пожарная с проблемой. Уже как 20 лет у людей нет холодной воды. Наша съемочная группа выехала на место события, чтобы увидеть все своими глазами. Именно через этот шланг жителям трех домов приходится набирать холодную воду, для того, чтобы попить чай, искупаться и постирать свои вещи. У жителей домов 12-14-16 с 1989 года в квартирах не бежит холодная вода. Еще несколько лет назад из-за аварийного состояния водопровод был заглушен. Три года мы не засаживаем огороды, три года нас мочалят. В этом году мы занялись этим делом и считаем, что должны нам как-то помочь. С тех пор люди живут без воды. Возмущенные неоднократно обращались в Акимат Октябрьского района, писали господину Маненову в Караганды-Су. Те, в свою очередь, обещали, что устранят проблему в 30-дневный срок, но все безрезультатно. Зато квитанции за потребление холодной воды не забывают приносить. Воды нет, квитанция пришла с 1-го числа мая месяца по 31-й. Мне начислено 5386 деньги. За что? Воду привозят с большим трудом, особенно зимой, говорят. Из-за снежных завалов проехать бывает непросто, да и вода замерзает. Купаются люди, где придется. Набираем воду, где попало, вот эту вот, не такую воду. Также купаемся и моемся, обмываем. У нас бабушки по 90 лет живут. Мы моем их, как попало. Стираются люди на улице, рядом с источником. Воду желтого цвета используют как для стирки, так и для приготовления пищи. Для начала им приходится отфильтровывать живительную влагу, а только потом пить. Вот профильтруешь воду и пить с себя чаем. Кушать невозможно на этой воде. То, что приготовишь, сразу оно портится. И ты приготовишь только на раз и все. За все это время сюда не ступила ни одна нога чиновника. И, как оказалось, на карте шахтерского городка таких домов и улиц вовсе не существует. Динара Сартаева, Жасулан Амандыков, Первый Карагандинский.